Разведбак Юра Шевчук к вам приехал Что за Шевчук? Группа ДДТ Группа ДДТ А потом Чечня, еще один удар Я как Действительно, как вся наша страна, смотрел этот ящик Блин, и недоумевал, просто опять 25 Что же это такое, братцы, творится? И много меня спрашивали об этом Почему я туда поехал? Не знаю Где война и где страшно Жить же можно по-разному И в том числе вы говорите про вот этот вот покой, успокоенность и так далее Но можно так же сидеть и страдать Погодите, в деревне можно ехать на войну Вас на войну что тянет? Вот рок-музыка, которая напрямую Как бы выросла в свое время из пацифизма А вас тянет туда, где война Что это? Вас в самом Да, ну Доня, ну что перед вами? Кровожадный человек такой Не хочу говорить пафосно Но Вот людям там плохо Я все-таки должен быть рядом Вы хотите им помочь? Да Облегчить что-то? Да И все, Валерий Что могу? Потом про это пишется Да нет, ну давайте закроем тему Потому что я там помогаю тоже Чип и Дэвел, блин Это дурак Чип и Дэвел? Я не знаю Это дурак мультиков Но нет, ну То есть у вас получается такая муза в сапогах? Красиво Муза в сапогах Не хочется залезать как-то глубоко в ваши интимные чувства по этому поводу? Да, поэтому не хочется Ну не хочется, но может быть вы можете, ну хоть два слова как-то об этом сказать, ну не слишком откровенничай Просто, ну вот хорошо, грубо говоря, вы сидите дома, сидит-сидит, так, а потом вдруг раз и потянуло туда Это вот что, вот это вот, почему и потянуло туда, а не в другие места Там мало людей выполняют свой долг, мало людей страдают Нет, нет, вы знаете, вы, Танечка, хорошо поставили вопрос, мне легче стало Ну может быть поиски правды Ну вот сидишь здесь, смотришь, этот ящик Ну, враня же крову Ну, 95-е годы, 94-е, вы помните, перед Новым годом, да? Там одни одно, другие другие Но, может быть, это тот какой-то дурацкий, вечный поиск правды Потому что, знаете, там, где линия фронта, вот там, там как-то, там правда видна очень Фронтовики, знаете, как говорят, для вас, говорят, гражданских, вот полуправда, это маленькая правда А для нас даже полуправда, это огромная ложь Это разница есть Сидел, пил водку, плакал, ну, как-то так, душевно, наблюдая эти кадры И думал, что надо, наверное, самому поехать и увидеть своими глазами, что там на самом деле творится Не пройти мне ответом Там, где пуля и вопрос Где каждый взгляд миллиметр Время пять папирос Мёртвый город хоронит Свои голоса Потерялись и бродят Между стенами небеса Рождество наступило В подвале темно Сколько душ погубило Напротив окно Я забыл, что в природе Ещё что-то есть Шестого приняли роды И шести минут шесть И вот лежит здесь два Два угля лежит вот здесь в палатке Которого узнать невозможно Невозможно узнать Ну это да, были И вот среди этих углей есть два наших Ложкин и Булахов Нет, нет Ложкин, я говорю, и Лазарев Два угля должно быть Вы понимаете, мы их не узнаем Мы их не узнаем Вот два угля Они по метру Вот метр расстояния Высота Пусть скажет А на утро выпал снег После долгого огня Этот снег убил меня Погасил короткий век Я набрал его в ладон Сплюнул в белый грязь и пыль То ли не был, то ли был То ли вечность, то ли вонь Нам сказали, мы пошли Но скажу, это не надо Она никому не нужна За что? За какие цели, блядь Я до сих пор не могу понять Я не знаю Это лично мое За что легли наши офицеры За что легли наши люди Какие цели мы преследовали И сколько? Кто об них скажет? Никто А на утро выпал снег После долгого огня Этот снег убил меня Погасил двадцатый век Я набрал ему в ладонь Сплюнул в белый грязь и пыль То ли не был, то ли не был То небес жгут корабли Осень в небы прочь от земли Там, где в море тонет печаль Осень темная даль Тает стаей город во мгле Здравствуйте! И осень, что я знал о тебе Сколько будет рваться листва Осень вечна права В январе 95-го, в самый разгар штурма Грозного, эта песня звучала в каждом подвале, где появлялся Шевчук. Он не верил телевизору и поехал в Чечню с любительской видеокамерой, Чтобы самому запечатлеть на пленку эту непонятную войну. Быстро! Я снимаю, да А как ваша часть называется? Тридцать третий полк Тридцать третий полк Давай Нормально, нормально, нормально Ребята, я всех сниму на память Так, идет съемка, мужики Все, все, идет, да Говорите, кто откуда С Тудовстана Откуда? С города Зеленодольска, с Тудовстана Волгоград, Юра С города Калининграда О, Калининград Дома Волгоград Очень приятно Из Питера Оренбург Урал Конг Оренбург Шкарлам, Ореал Командир полка Волгоград Ну скажите пару слов о войне Что там? Война это б***ь Нормально, нормально А еще что? Второе слово Юра, это не война, это кошмар Это хуже всякой войны Да Юра, не дай бог никому Не нашим детям Никому Этого б***ься не есть Камеру сняла Дай бог всем здоровья, ребята И всем нам на гражданке встретимся Спасибо, да, на гражданке было хорошо Спасибо Нам на гражданке встретимся Спасибо, что приехал, побежал Ну я не зря приехал Это самое главное Кто скажет, что зря Кто первый к стене станет Я считаю, что не те герои Которые там по приказу выполняют задачи А вот такие люди Которые сам взял Камеру, поехал Это героический подвиг И мое мнение, что Вот это настоящие герои Вот флаг, да, сниму Разведбак Разведбак Юра Шевчук к вам приехал Группа ДТС Да, мы люди рухли А вы кто? Я? Да, как вы? Все, очень приятно Морская пехота Ребята, я это не для телевидения Просто приедете в Питер Я для своих друзей Просто показать, что здесь на самом деле Для музыкантов Нет, нормально Меня можно снять Честное слово, да Может, обо мне еще кто-то скажет Это с БТРа Так, ну, хорошо Ну, разобрались Слава Богу Почевчука же увидите Вот самый главный Что, в которой осень Это камни Верность над чернеющей небою Осень напомнила Душе о самом главном Осень я опять лишен покоя Осень я опять лишен покоя Когда его видели бойцы И это было такое поднятие духа Как, наверное, на фронте Когда там играет барабан или дудка Люди в атаку вставали То же самое и здесь В виде там Шевчука Который приходит Там, говорит, как дела Ребята, ничего Мы вместе То и все Это тоже был такой некий подъем в атаку Андрюха Юра Честно говоря, встреча рада Души Самое главное Самый большой подарок на это войне Юра, вы это увидели Шевчук искал в Грозном линию фронта А она прошла прямо через его сердце На дворе центральной больницы Разведчики Волгоградского корпуса Подарили певцу на память звездочки Которые сняли с погон Своего погибшего друга Это был капитан Сергей Марковец Возьмите Вернувшись в Питер Шевчук Напишет про него стихи Безжалостная правда войны Окажет потом Очень сильное влияние На его творчество Для меня вот эта война Она Естественно Я и воспринял Всею душой Всеми фибрами души Как колоссальную трагедию Просто Она из меня и вышла В каких-то песнях Вот как Мертвый город Рождество Или там Умирали пацаны Или вот я сейчас написал поэму Кавказские войны Такая большая вещь Или там Сихотворение Чечня Понимаешь Вот все это вот Стояло очень долго Перед глазами И вместе с тем Понимаешь Я видел вот действительно Чудеса вот этого мужества Когда несмотря на все понимание Что это дом вот этот Никому нахрен Не нужен Ты сейчас Свой взвод положишь Ни за что На этом пустыре Чеченском Понимаешь Никому нахрен Не нужен Но есть приказ И вот это наблюдать Конечно Вот это вот Вот это вот Долг Чувство долга Перед приказом И чувство Справедливости Они тогда ведь Дыбом вставали Друг против друга Я понял Одну Очень важную вещь Что если Армия Не будет Будет вне устава Да Не будет подчиняться Приказам То В стране Полный кирды Много чего Поним Конечно Нет Я почувствовал Вот Вот эту честь Офицерскую И солдатскую Знаешь И дружбу фронтовую Вот это вот Вот это вот За други своя Живот положить Это очень важно Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok